Держи, снимай. Добрый день. Журналисты украинские, правый магазин. Почему так по-хамски? Как вы себя ведете, инспектор? Как вы по-хамски с людьми разговариваете? Вас научили разговаривать, инспектор? Вас научили нормально разговаривать? А что я кричу? Я буду орать. Я буду орать, пока вы не наведетесь по-будлячески. Не ведете себя по-будлячески. Это стопроцентное слово к вам подходящее. Я говорю, да. К вам гражданин подходит, ведите себя адекватно. В чем адекватно? Не орите на него, не кидайтесь на него. Культурно разговаривайте, когда вы научитесь. На вас кто-то орал? Когда вы научитесь? Да, на меня орал вот ваш сотрудник. Повышал голос, грубил меня. Что? Вызывайте адвес в одно место, сейчас будем разбираться. Покажем в видео, как вы себя видели. Пожалуйста, вот мое удостоверение, посмотрите. Я еще не показывал, да, у вас какое удостоверение? Да. Просто многие показывал, многие, я спрашиваю, говорят, не надо показывать, мы уже видели. Я думал, может вы тоже видели. Я понимаю так, как вы понимаете. Вот мое удостоверение, инспектор. Вот, по телефону вы не имеете права разговаривать. Вы не имеете права разговаривать. Положите телефон, пожалуйста. Я вам буду диктовать. Буду диктовать, да. Я вам буду диктовать. Это нормально, человек подошел, приставился, показал. Набирай начальство, будем сейчас здесь долго, будем вызывать 0-2, фиксировать грубость. А вас звонил за ней? 0-2 надо вызывать. У вас знакомый, он гражданин. Прежде всего, он гражданин. Понимает. С ним надо культурно вызывать. Понимает, какой бы он ни был. Виталий Анатольевич, смотрите. Ну, гражданин Украины. Я же тоже гражданин. Вы тоже гражданин. Правильно? Но, например, если мне говорят, вы гражданин Украины. Правильно. Ну, гражданин Украины должен тоже подтвердить чем-то свои слова. Правильно? Человек подошел и говорит большое достоверение. А вы кто будете? Я гражданин Украины. Но гражданином Украины может называться любой. Правильно? Почему любой? Ну, любой. Перебывайте, что украинка. Подождите, ну, на территорию Украины будет еще. Хотел бы зафиксировать. Позвонил мне, сказал, что ваш напарник себя ведет неадекватно. Это на... Он говорит, у него есть видео, мы покажем, он сейчас будет. Это на выезде с Чернобайки. Просто поймаете тоже. Подходит. Я всегда веду себя в КТУ. Никогда не позволяйте. Вот как езжать в Чернобайку, сразу знак проехали. Подошел, например, в КТУ. Я гражданин Украины проехал. И вот сразу. Как к вам общаться? Он сказал, что он гражданин Украины. Я ехал с Версона в сторону Николаева. Да, вот там, давайте поговорим или еще что-то. Правильно? Вот я въехал в Чернобайку, здесь стоит поздно. Ваши удостоверили. Ты кто? Кто? Правильно? Не знаю. Подошел, человек. Вот вы подошли. Ты показывал свой сливейный паспорт людям? Ну, потом показал, да. Потом уже. Да, да, фамилия моя. Правильно, когда я попросил, покажите, пожалуйста, кто вы есть. Есть. Забыл, по-моему, Юлианович, по-моему, поочеку. Все, не вопрос. Я на его требования показал удостоверение. Все, что надо. Извините, пожалуйста, этот инспектор нормально сидел? У него никакие проблемы? Да, этот нормальный. Адекватно? Да. Неадекватно себя вел инспектор? Это, который сидит машина. Да, да. Я бы хотел... Товарищ старший лейтенант тоже себя вел нормально. Вы ведь уже встречали с вами. Никто не грубил меня, видит инспектор. Выходите. Никто не грубил, все нормально. Прежде чем разговаривать с людьми, вы научитесь сами разговаривать. Я разговариваю очень культурно. Я подошел, потому что вы обидели гражданина. Вы подошли, только что на повышенных тонах за мной разговаривать? Да. А почему? На основании того, что к вам подошел гражданин. Он подошел, а вы ему грубили, кричали могут. Вот видите, выражается моя грубость. Запись есть. В чем выражается моя грубость? Как в чем вы прорачиваете? Вы волосы не повышали? Инспектор. Да никакого я волос не повышал, уважаемый. Я не собираюсь повышать. Понимаете, я разговариваю всегда с людьми нормально. Человек подошел, если каким-то вопросом интересуется, я ему всегда отвечу. Вопросов нет. А когда подходите, как вот вы, нагло, извините меня, нагло. Я буду себя вести с наглыми людьми, я буду себя только так грубить. Я еще раз говорю, я нормальный, адекватный человек, я нормально разговариваю. Вы понимаете, нет, когда разговаривают со мной, вы слышите меня или нет? Да, я слышал. Когда с вами нормально разговариваю, вот вы сейчас нормально разговариваете? Да. Я всегда разговариваю нормально. С грубиянами я всегда грублю, а с нормальными не нормально. Да, это неправда, 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 когда вы нормально разговариваете, вы вели себя на повышенном тона. Нормально я себя вил, я вам еще раз говорю, вы подошли, понимаете, не важно то, что сказать, а важно, как сказать. Вы подошли с такой претензией, как будто, ну, я не знаю, как будто я вот обязан вам что-то вот сейчас говорить. Беспричинные остановки запрещены президентом нашей страны. Я вам объясню, мне кажется, тот инцидент, мы с вами уже обговаривали, то, что там выставили, там, данная ситуация сейчас. Вы считаете, адекватных инспекторов это те, к которым вы подходите, а они быстренько-быстренько убегают? Нет, я вчера, позавчера с инспекторами подошел, снимал на видео, помогал им. Пожалуйста, снимайте. Адекватные инспектора мы с ними беседовали. Я еще раз говорю вам, молодой человек адекватный человек, я адекватный человек. Пожалуйста, станьте возле нас, снимайте, и мы будем работать в Сибири, а вы будете в Сибири. Нет, вам подошел гражданин, а вы ему грубили. В повышенных тонах. как Вас Виталий? Анатольевич Виталий Анатольевич, да? Ко мне подошел человек, я сказал не важно, как он подошел не важно, что он сказал, а как он сказал понимаете? Я знаю этого человека, он всегда себя ведет очень адекватно и мирно Вы меня знаете? Второй раз с вами общаюсь На повышенных тонах постоянно Вы меня не знаете Когда человек подходит нормально соответственно и отношение к нему нормальное если человек подходит ненормально соответственно и отношение к нему Если есть запись, мы с записью перейдем сюда. Вы все равно сделайте то, что вам надо. То, что вам надо, вы вырезаете, что вам надо, вы выкиньте. Выкиньте, пожалуйста, выбрасывайте. Вы выбрасывайте, вы не выбросите то, что это. Вы так делаете всегда. Да ну как это нет? Я нормальный адекватный журналист. нормально реагирует. Вы не журналист, Виталий. А кто это? Давайте вызовем людей, которые не хотят. Это что? Газета существует. Да, существует. Я ни одной газеты не видел. Светлана Грисевич, повторите еще раз, я не журналист. У вас есть газета? Покажите, я не журналист. Да, у нас есть газета, да. Министерство юстиции зарегистрировано все. Все зарегистрировано. Я официально на работе журналист. Я на работе, да, официально работаю. Вы не инспектор сейчас. Вот это все, вот это фабрикушки. У вас документы недействительные. Вот это вообще не понятно что? Я удостоверение попался. Это вам приятно, когда я вам такое говорю? Вы сейчас меня оскорбили, понимаете? Я в вас не оскорблял и не пытался сказать. Почему? Вы сказали, что это все липо. Вы сказали, что это все ничего. Я еще раз говорю, молодой человек. Да. Вы сказали, что это все липо, что я на поддельных документах. Все, я еще раз говорю. Вы хотите поснимать нашу работу? Я буду снимать. Мы даже в суде теперь будем с вами встречаться. Не надо пугать. Не пугать. Закон это что пугать? Надо быть во всех отношениях человеком. Вы только что меня обидели и оскорбили. Никаким образом не голосовались. Я вам еще раз повторяю. Моих словах. Нет, газеты я не видел. А электронная газета это не газета? Вы знаете сколько... Нет, это не газета. Это газета. Есть газета электронная. У нас есть газета в Киеве выходит. Риталинович, постойте с нами и вы посмотрите сколько населения ездит с такими типами, такого достоверения. Я не сказал, что именно такого достоверения. Я официально на работе. Я слышал. А вы меня оскорбили. Я еще раз говорю оскорблять. Я у вас не собирался. Это что вы себе там надумали, придумали. Это ваша проблема. Это ваши проблемы. Так что если вы хотите снимать, снимайте с нами. Я знаю все. Тема закрыта. До свидания. Пожалуйста. Поставьте. Поставьте. Замок. И выключаем. Замок. Замок. Замок.